Итак, у нас сегодня дата, я бы даже сказал красивая дата, 95 лет, со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Случилось это как раз 29 октября в 1918 году. Февральская революция 1917 года способствовала увеличению общественно-политической активности молодежи. Начали появляться молодежные организации рабочих, труд и свет и другие, члены которых ориентировались на социалистической партии. В 1917 году в Петрограде организационно оформился ориентирующийся на большевиков социалистический союз молодежи, ССРМ он назывался. Так, вот 29 октября 1918 года на Первом Всероссийском Съезде Союзов Рабочей и Крестьянской Молодежи было принято решение об объединении отдельных разроденных союзов в общероссийскую организацию с Единым Центром, работающим под руководством Коммунистической партии большевиков РКСМ. В 1924 году, после смерти Владимира Ильича Ленина, он получил имя вождя, а в 1926 году был переименован в ВЛКСМ. За 73 года через ряды комсомола прошло более 160 миллионов человек. От 160 до 200 миллионов. Одной из ярких страниц в истории ВЛКСМ стало инициирование и поддержка в 1978-1990 годах движения, например, МЖК, молодежно-жилищный комплекс, высшего за централизованного контроля масштабного социально-экономического эксперимента. Актив нового молодежного движения, осмыслив основу идеологии строительства коммунизма и на практике существующей этой идеологии, в конце 1980-х пришел на позиции демократизации и демократизации страны, декоммунизации. Вот фактически представители МЖК на последнем 21-м съезде ВЛКСМ были основными сторонниками ликвидации Всесоюзной коммунистической организации молодежи. В 1977-м году в Комсомоле состояло свыше 36 миллионов молодых людей всех наций и народностей СССР. Решение о самороспуске Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи было принято 28 сентября 1991 года на 22-м чрезвычайном съезде ВЛКСМ. Вот такая вот... Случилось, а жаль, так скажем. Ну что ж, остались в прошлом славные пройденные путь с честью заслуженной боевые и трудовые награды, но жива память людей о беспокойной юности, комсомольском братстве. В школу комсомола прошли несколько поколений россиян. Это целая эпоха жизни страны, когда рождались большие комсомольские стройки, руками молодых возводились города. Теперь это уже история. Но даже утратив свой прежний идеологический смысл, день рождения комсомола продолжается оставаться одним из любимых праздников тех, кто связал свою юность с ВЛКСМ. Комсомол не пропал. Остались его дела, его дух. Ну что ж, по-моему, все на сегодня. Можно, правда, немножко несколько анекдот вспомнить на эту тему. Вот, значит, Петька говорит. Василий Иванович, Анка провокатор. Да не может быть, Петька, с чего это ты взял? Иду я мимо бани, оттуда Анка высовывается и руками машет. Я раздеваюсь, влетаю в баню, а у них там комсомольское собрание. Владимир Ильич, зачем вы нам дали этот лозунг учиться, учиться и учиться? Ничего я вам не давал, товарищи. Я лучку расписывал. Звонит первый секретарь обкома комсомола в сектор учета и спрашивает. Чем вы там занимаетесь? С Веркой, с водкой? Так, водку допить, а Верку ко мне. Идет открытое комсомольское собрание в армии. Значит, на собрании присутствует представитель партийной организации. Ну и в числе прочего рассматривается поведение некоторых раздолбаев. Выгнать их из комсомола, говорит представитель. На замечании то, что они не комсомольцы, продолжает принять в комсомол и выгнать к такой-то матери. Вот, пожалуй, все на сегодня. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok